Время открытия выставки «Русский храм» в музее Машково выбрано не случайно. Именно в этом году вся страна отмечает важную дату – 800 лет со дня рождения Александра Невского. Экспозиция стала настоящим подарком для всех жителей Волгограда. Ведь именно Александр Невский является покровителем города-героя. Эта выставка, конечно же, важна не только для жителей нашего города, но и для гостей нашего города, для самых разных городов и уголков нашей страны, потому что она, конечно, представляет не только произведения, связанные с архитектурой Волгограда, Царицына, Сталинграда, но и также, конечно, она представляет культовые постройки самых разных городов нашей страны, самых разных художников, советских художников, российских художников. Подготовка к выставке длилась почти два месяца. Зрителям представлено большое количество уникальных произведений. Многие из них экспонируются крайне редко или вовсе впервые. Так посетители смогут увидеть лучшие работы советского художника Владимира Стажарова, который одним из первых отправился в путешествие по Русскому Северу и точно передал этот колорит в своих работах. Произведение Владимира Стажарова под названием «Каргополь. Склады Сильпо» это монументальное полотно, обращенное к мотиву храма, как элементу культурного слоя, скажем так, Русского Севера. Если мы будем говорить более конкретно про это произведение, то оно очень интересно с точки зрения совмещения бытового сюжета, который находится на переднем плане. Это рабочие и непосредственно склады Сильпо. И на третьем плане возвышается храм, который находится в Каргополе. И что очень важно, Стажаров не противопоставляет этот бытовой сюжет и мотив храма. Он, наоборот, объединяет их в единый контекст. И образуется культурный слой, который, безусловно, художник считывает как единение истории и современности. Также значительной частью экспозиции стали работы, посвященные храмам Волгоградской области. Большое внимание уделено строительству собора Александра Невского. Именно здесь, на картинах, можно отследить все этапы его строительства. Интересно, что одной из работ, посвященных храмам Волгограда, Волгоградской земли, является произведение Владислава Дуарыча Коваль, нашего известного художника. И эта работа писалась им в 1995 году, когда о закладке собора Александра Невского не было и речи. Поэтому данную работу можно считать пророческой, так как он, когда изображал в 90-е годы на достаточно большом количестве произведений храма Александра Невского, даже и подумать не мог, что рано или поздно его будут восстанавливать. Выставочный зал работает. Выставочный зал постоянно дарит нам очень интересные содержательные проекты. И вот я с этим вас всех поздравляю. Я думаю, что вот этот праздник, на самом деле праздник, каждая выставка, каждая экспозиция – это маленький праздник, потому что это на протяжении определенного количества времени дарит Волгоградцы, дарит гостям города общение с прекрасным. Выставка будет работать до 11 октября и ждет всех желающих погрузиться в атмосферу средневековой Руси, в том числе и обладателей Пушкинской карты. Марина Забудько, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова